так у нас кажется первый клиент появился только ничему не удивляйся ассаму алейкум архматуллах еще раз меня зовут магомед расул я ведущий передачи такси от умра хадж очень приятно ислам у меня немножечко необычное такси я тебе предлагаю следующий вариант я тебя абсолютно бесплатно довезут на нахимова случае если ты ответишь на 6 вопросов я тебе сделаю подарок и не простой подарок как думаешь что смартфон дорогой мы такой она там посмотрим по дороге в случае если не ответишь просто доедешь бесплатно и получишь книгу подарок договорились еще один момент в качестве бонуса право на ошибку одну единственную но тебе сосредоточиться тебе надо будет ответить на 6 вопросов и так нахимов какую сторону диагностический диагностический центр иншалла рахман пристегнись это хорошо не все у нас пристегиваются кстати ты в курсе не любят пристегиваться чем занимаешься дорогой я работаю кем ну не напрягайся у вас все безработные так или иначе как где-то где-то до задействованы начнем отвечать на вопросы давай давай вопросы подразделяются по категориям сложности сначала несложные потом средней тяжести потом чуть-чуть посложнее вопрос первый скажи пожалуйста как называет человека читающего азану в мечети мула дибир муадзин шейх четыре варианта ответа у тебя муадзин уверен так уверенно ответил мечеть регулярно ходишь видимо ты предел первый шаг до встречи своему смартфону с чем я тебя и поздравляю дорогой а это на самом деле муадзин вопрос 2 что должен произнести человек чтобы стать мусульманином фетву клятву шагаду кадар кадар звучит тогда арабское название если вы знали еще они как это переводится и так шагаду ты знаешь как она звучит много произнеси а что значит знаешь я свидетельствую что нет божества кроме аллаха что он от него рад посланник его пророк и посланник это на самом деле именно так и человек который произнес шагаду своей жизни хотя бы один раз уверовал искренне сердцем это прочитал он становится мусульманином если он произнес даже если не уверовал мы по отношению к нему должны относиться как мусульманину потому что он это заявил так слушай я начинаю волноваться немножечко телефон телефон дай там бог абсолютно никаких проблем и с большим удовольствием от нашего спонсора вручим тебе этот телефон смартфоном как относится но может быть у тебя вполне 2 как раз для чего тебе столько смартфона тем более что ты скрываешь где ты работаешь мой китайский он немножко дальтоник а ну бывает бывает а китайские сейчас в принципе достаточно хорошо китайцы так ворвались в эту сферу они самые лучшие китайцы понял прости дорогой тогда я в принципе даже заинтересован где-то чтобы ты стал обладателем этого заветного смартфона посмотрим что на ланс что нам приготовили наши спонсоры вопрос следующий в средней категории сложности готов сколько раз слова аллаху акбар произносится в азане 4 5 6 8 4 5 6 8 средняя категория средняя категория я сейчас посчитаю посчитай у тебя есть время но имею ввиду если мы подъедем к месту назначения ты тут ты все время заканчивается и 6 раз уверен 4 5 6 8 6 в этом в это время тревожная музыка будет звучать да 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 ты только что правильно ответил на этот вопрос чем я поздравляю дорогой мой брат очень хорошо было бы конечно стыдно учитывая то что мы каждый день пять раз в день слышим этот азан на улицах наших городов хвала всевышним аллаху следующий вопрос как на арабском называется праздник именуемый у нас у раза сабан туй и талят х и дали фитр не а раз первые последние то точно нет так сперва последний . 2 3 и талят х или идуль фитр скорее всего идуль фитр уверен ну как и с предыдущим ответом как и с предыдущим ответом просто прикол в том что мы называем так как в обычной ну мы привыкли так в раза байрам да и радоваться и в детстве конфеты собирать если посчастливилось конфеты собирать пакетами слушай ты какого года что ты конфеты не собирал да у тебя детства не было на самом деле ты только что правильно ответил на этот вопрос чем я тебе поздравляю но мы приближаемся к нашему месту назначения поэтому давай мыслу к сложным вопросам перейдем какого пророка всевышний испытал долгой болезнью юсуфа алейссалям мухаммада пророка алейссаляту ассалям айсу алейссалям или а юба алейссалям аюб слушай так уверенно ты отвечаешь ты что постоянно мечеть ходишь мне по моему надо немножечко на газ нажать я подъеду к диагностическому и все тебе очень нужен смартфон я все понимаю никаких проблем дорогой мой друг ты мне скажи пожалуйста какой из имен аллах означает щедрый аль-вахаб аль-карим арахим ассабур так первый как аль-вахаб аль-карим арахим ассабур сложные вопросы но не совсем сложные вот первая аль-вахаб аль-вахаб по моему нет а второй как аль-карим возможно вот третий раз им милости милосердный рахман урахим а последний ассабур это терпеливый либо первый второй второй как был карим по моему или точно у тебя есть право на ошибку тогда второй вариант смело если есть право на ошибку потом я заново скажу первое ислам блестяще ответил на все вопросы с чем я тебя и поздравляю у нас будут фамфары звучать надеюсь лепестки какие придумают наши монтажеры ты только что стал обладателем смартфона с чем я тебя и поздравляю друг друга слушай вытаскивай свою трубку я хочу посмотреть на этот шедевр такой что это я даже не знаю как это что это что это не но я тянет роль нормального на самом деле просто немножко цвета путай служит друг мой слушай друг мой но пора менять хонора на xiaomi я тебя поздравляю ты только что стал обладателем вот этой замечательной трубки надеюсь она тебе принесет и пользу и ты будешь благополучно пользоваться и и очень рад что ты своими знаниями своим умом заработал только что смартфон полно цены учитесь друзья мои учитесь читайте просвещаетесь я хочу сказать еще одну вещь когда ты на пятый вопрос ответил было уже понятно что ты стал обладателем смартфона просто хотел убедиться ну и чтобы люди точек точно знали немножечко интригу сохранял для того чтобы убедиться знаешь ты или нет так это на самом деле знаешь сейчас ты твердо знаешь только это щит спасибо тебя не зовут и кстати когда установишь инстаграм знаешь что ты получил эту трубку от проекта умра нижнее подчеркивание хоть первое что тоже должен сделать подписаться именно на эту страницу я надеюсь тебе еще повезет и ты может еще и в хадж отправишься нашими общими трудами он по-моему до конца еще не верит на самом деле все счастливого пути пока всего доброго ну вот как то так друзья мои ну все друзья мои благополучно один смартфон вручили все их теперь пучками что ли брать надеюсь спонсоры не будут разочарованы что мы сразу в передаче вручили смартфон ну такое будет случаться я думаю более-менее регулярно это хорошо а пока мы с вами прощаемся смотрите нас следите за нашими эфирами